МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Финишная прямая. Сегодня стартовала государственная итоговая тестация. История, традиция и культура. В республике отметили День славянской письменности. Память поколений. В Чувашии выпустят хлеб сурский. Прокуратура Чувашии ускорит рассмотрение проектов нормативных актов правительства республики. Соответствующее соглашение подписали глава Чувашской республики Олег Николаев и прокурор Чувашской республики Андрей Фомин. Документам предусматривается сокращение предельных сроков согласования проектов актов с 30 до 10 дней. Это позволит правительству республики более оперативно принимать необходимые нормативные документы, направленные на развитие Чувашии. Прокуратура республики занимается как правовой экспертизой, так и антикоррупционной экспертизой правовых актов. Действительно, есть иногда, возникают ситуации в быстром принятии каких-то решений и нормативно-правовых актов. Поэтому все, что мы заложили в нашем совместном документе, а именно это сроки прохождения согласования вот этих документов, я думаю, это будет только способствовать и дисциплинировать наших подчиненных. Сегодня стартовала государственная итоговая аттестация 2021 года. Она началась с основного экзамена по русскому языку, в котором принимают участие более 12 тысяч выпускников 9-х классов. В этом году девятиклассники с 18 по 21 мая написали выпускные контрольные работы по своему выбору. Сегодня ОГЭ по русскому языку, а 27 мая по математике. Первый единый государственный экзамен для учащихся 11-х классов пройдет 31 мая. Второй год подряд ОГЭ и ЕГЭ будут проходить в условиях распространения коронавирусной инфекции. На территории пунктов проведения экзаменов будет организована обязательная термометрия, обработка рук дезинфицирующими средствами. Помещение обеспечит рециркуляторами. Подобные меры должны быть предприняты и на выпускных мероприятиях. Важно отметить, что средства индивидуальной защиты – это маски, перчатки, обязательные для сотрудников, которые обеспечивают проведение экзамена. Что касается ребят, они, конечно, могут прийти в масках и перчатках, но по своему желанию или по решению родителей. То есть это не обязательно. Сегодня началось электронное предварительное голосование «Единой России». Голосование проходит на сайте pg.er.ru. В течение недели жители Чуваши, так же, как и всей страны, могут выбрать будущих кандидатов партии на выборы депутатов Госсовета Чувашской Республики и Государственной Думы России. По итогам народного предварительного голосования будут определены фамилии кандидатов от партии. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая применяет процедуру предварительного голосования. В этом году партия выбрала самую демократичную и открытую модель. Стать кандидатом предварительного голосования мог любой житель Чуваши, будь то член партии или ее сторонник. Нужно было подать заявление, справку о несудимости и изложить свою программу. Выборщиком тоже может стать каждый желающий, кто проживает на территории Республики. У нас два уровня выбора. Вся республика голосует и на выборах в Госсовет, и вся республика голосует на выборах в Госдуму. В Госдуму у нас есть два одномандатных округа и список. Среди участников предварительного голосования новые лица – министр образования и молодежной политики Алла Салаева и министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Он первым подал документы еще в марте. Очень много сделано для поддержки агропромышленного комплекса. Сегодня работают более 50 программ для развития отрасли. Но в то же время и предстоит сделать очень много. Мы знаем, где есть недоработки, где нужно потянуться, что надо сделать, чтобы работать еще эффективнее. Всего придется проголосовать по трем бюллетеням. Причем выбрать можно ни одного кандидата. Голосование рейтинговое. Те, кто наберут наибольшее количество голосов, получат возможность баллотироваться в Государственный совет Чувашии и Государственную думу России. Всего на предварительное голосование заявились 220 человек. 153 из них намерены избираться в парламент республики. Очень много достойных, очень много молодых, очень много известных промышленников в регионе, очень много авторитетных людей. Молодые люди есть. Есть интересные предприниматели, есть волонтеры, которые показали себя как раз во время пандемии. Предварительное голосование будет длиться до 30 мая. Принять участие в нем может каждый житель Чувашии. Для этого надо зайти на сайт pg.er.ru, нажать кнопку «Хочу проголосовать» и следовать подсказкам системы. Напомним, для голосования нужно пройти авторизацию на портале госуслуги. Итоги предварительного голосования подведут уже 1 июня. Утвержденные результаты вынесут на обсуждение региональной конференции, а затем предвыборного съезда Единой России. Татьяна Молокова, Республика. Работа в сельской местности может быть и прибыльной, и интересной. В Цивильском районе открыли современную молочно-товарную ферму. С предприятием ознакомился глава Чувашии Олег Николаев. Именно с открытия молочно-товарной фермы, я считаю, будет начинаться возрождение, символическое возрождение поселения. Новая молочно-товарная ферма в деревне Медикосы рассчитана на 436 дойных коров. Стоимость проекта около 200 миллионов рублей. Аграрии республики могут получить возмещение части прямых понесенных затрат. Господдержка сегодня огромная. Такого не было никогда, но за последние 20-30 лет это точно. Возмещается сегодня с федерального бюджета 25% на строительство таких фермеров, 15% добавляет регион. Это 40% возмещения затрат. Напомним, в прошлом году в республике было произведено молока на 3,3% больше, чем годом ранее. По данному показателю регион занимает второе место среди субъектов Приволжского федерального округа. Увеличилась и продуктивность сельскохозяйственных животных. Средний надой молока на одну корову в прошлом году составил более 6 тысяч килограмм. Новое производство, конечно же, увеличивает нашу бюджетную возможность. А увеличение бюджетной возможности нам дает возможность еще больше вкладываться в социальную сферу, строить дороги, инфраструктуру и так далее. То есть все это вместе нам дает качественные изменения наших условий жизни. Ну и, конечно же, мы таким образом придем к совершенно новому образу села и добьемся главного – отсутствия отличия условий жизни города и села. А может быть даже более выигрышной, потому что при наличии всех иных благ экология на селе всегда будет лучше. Хлебозавод номер один столицы Чувашии выпустит новый хлеб под названием «Сурский». Часть денег, вырученных от продажи хлеба, направят на возведение монумента памяти строителей оборонительных рубежей в Козловском районе. Новый хлеб можно будет попробовать уже в следующем месяце. В годы Великой Отечественной войны Чувашия, как и все другие тыловые регионы, отправляла в Фонд обороны сельскохозяйственную продукцию. Отдавали все, что могли, сами жили впроголодь. И самым вкусным в те годы был хлеб. В память о том времени на Чебоксарском хлебозаводе номер один разработали специальный рецепт хлеба «Сурский». Мы начали разрабатывать новый хлеб под названием «Сурский». Этот хлеб у нас по старинному рецепту идет без дрожжей на длительное брожение. Идет на живой закваске по старинному рецепту, как пекли наши бабушки. Сколько таких буханок, спрятанных за пазухой, согревали людей в лютые морозы 1941 года? На фронте и в тылу именно хлеб помогал набраться сил. У некоторых моих работников в строительстве принимали участие мамы, бабушки и другие родственники. Наш коллектив принял решение. Час денег, вырученный с каждой буханкой хлеба, будет перечислено на строительство монумента в Козловском районе. Это наш вклад в общее большое дело. Хлеб «Сурский» будет выпекаться из ржаной и пшеничной муки весом по 600 и 300 граммов. Жители Чувашии смогут купить новый хлеб уже в июне. Мы преклоняемся перед подвигом женщин. Гординство, что наш хлебозавод вносит свой клад в увековечивание этого подвига через свой труд и производство хлеба «Сурский». Хочется склонить голову, сказать спасибо ветеранам войны, дружникам тыла, за их героизм, за их мужество, за наше покое, за мирное небо над нашими головами и теплый хлеб на наших столах. Столичная детская поликлиника при 2-й горбольнице переехала в новое здание и вошла в состав городской детской клинической больницы. Пациентов теперь принимают по адресу проспект Ленина, 12. Дома соблюдаете постельный режим, питьё обильное, морсы, компотики пьёте. Проветриваете обязательно комнату. В состав детской клинической больницы вошли практически все поликлиники столицы. Они остаются на своих местах. Объединение подвигида ГДКБ увеличивает доступность и качество медицинской помощи, позволяет внедрить единые стандарты управления. Здесь мы имеем ряд положительных моментов, в том числе оптимизация административного персонала. То есть у нас для того, чтобы управлять таким большим учреждением, нет необходимости иметь в штате большое количество условно главных болтеров, заместителей и другого административного хозяйственного персонала. позволило централизованно внедрить во всех поликлиниках элементы бережливого производства. Штат педиатров и узких специалистов остался прежним. А вот помещений стало больше. Просторные холлы, комната матери и ребёнка, игровые элементы. Всё предназначено для удобства маленьких пациентов и их родителей. В помещениях установлена новая мебель и современное медицинское оборудование. В старой поликлинике были тёмные узкие коридоры, тёмные кабинеты. Не совсем удобно было маленьким деткам и их родителям ждать своей очереди. Было скопление народа. Здесь же в новой поликлинике гораздо лучше, светлее, просторнее. При помощи лор-комбайна мы можем проводить манипуляции, такие как промывка придаточных пазух носа, осмотр ребёнка, промывание ушей при наличии серных пробок. Вообще предусмотрено для того, чтобы мы быстрее вылечили ребёнка, никуда не отправляя на дальнейший этап исследования. Пациенты детской поликлиники более 20 тысяч детей. Здесь очень комфортно, уютно, красиво, просторно. Пока сидели в очереди, недолго, конечно, но успели же поиграть, увидеть знакомых. Побегали. Было не скучно. Инесса Потапова, Николай Скворцов, Республика. В День славянской письменности культуры в Республике прошёл марафон праздничных событий. В Доме дружбы народов состоялся концерт, посвящённый этому празднику. Славянский язык – язык богослужения. На нём сегодня не говорят, не пишут, разве что поют. Но благодаря ему сохранились истории, традиции и культура славян. Возможность передавать культурный код с помощью письменного слова нам подарили святые равноапостольные Кирилл и Мефузий. Праздник проводится при поддержке Русского культурного центра Чувашской республики и Чебоксарской Чувашской епархии. Очень важно знать о той работе, которую проделали братья, потому что вербальное общение – это одно, а когда это записано, когда это кодифицировано, когда есть возможность в любое время взять и почитать, это совсем другое. Это именно трансляция и нашей культуры, и нашей религиозности. В Доме дружбы народов праздник объединил представителей разных народов. Абдувалий Ергашев проживает в Республике более 20 лет. Он считает, что благодаря письменности культура народов сохраняется и развивается. Многонациональные Чувашии проживают более 129 национальностей. Из них мы, узбеки, тоже проживаем в Чувашской республике. Конечно, такие проведения праздников обогащает национальную культуру всех народов. Узбекский народ тоже с этой алфавты, крыльцей, используется крыльцей. И я рад, что сегодня нахожусь на такой замечательной мероприятии. Украсили праздник хор Чебоксарской певческой капеллы классика и выступления воспитанников детских художественных и музыкальных школ. О зарождении развития письменности у славянских народов и русском языке можно узнать подробнее на книжной выставке, которую представила Чебоксарская библиотека имени Гайдара. Большая книжная выставка организована на национальной библиотеке. Здесь собраны самые старинные и самые новые издания, отражающие историю культуры и языка славян. Книга 19 века, и эту книгу у нас не читают, по этой книге поют. Книга полностью рукописная. Писать пером и чернилами, используя кириллицу и глаголицу, или выводить буквы с теосами. Здесь посетители выставки смогут проверить свои знания и узнать массу полезной информации о печатных и рукописных памятниках русской культуры. Наталья Мальчикова, Ульяна Пятакова, Николай Скворцов, Республика. Выпускники детской полицейской академии в Чебоксарах попрощались со знаменем учебного заведения. Три года юноши и девушки под руководством своих наставников из МВД обучались военно-прикладным дисциплинам, рукопашному бою, стрельбе из оружия, изучали юридическое право. Многие из них планируют продолжить учебу в вузах МВД, Минобороны, других правоохранительных структурах. Равняйся смирно. Равняться на этих ребят действительно стоит всем сверстникам. Чеканный шаг, красивая осанка, владение боевыми приемами и умение обращаться с оружием. С этим не только юноши, но и девушки справляются на отлично. Двойняшки Марина и Ирина Мудракова узнали о детской полицейской академии, от друзей. А когда увидели ребят в форме, сразу решили, что у них будет такая же. Если очень стараться, все получится. Я тоже хочу работать в этой сфере. Мне очень нравится дисциплина, а также форма. Спасать людей, беречь друзей – это девиз академии. В этом году полицейскую академию закончили 42 выпускника. Этот уникальный для России учебно-воспитательный проект реализуется в Чуваше с 2006 года. В 2018 его признали лучшим по работе с подростками в стране. За 14 лет детскую полицейскую академию окончили более 400 слушателей. Евгений Запасов, один из воспитанников группы рукопашного боя, закончил академию два года назад. Здесь меня научили борьбе, бороться, быть сильным, не бросать товарищей в беде, особенно на военно-полевых сборах, дружбе в первую очередь. Ну и сплотили нас здесь. Я хочу служить в полиции, потому что у меня мечта с детства носить форму и служить своему отечеству. Найти работу по душе таким ребятам будет несложно. Я хочу служить в беде, беде людей, учить ему, не буду слаботься. Татьяна Трофимова, Георгий Кривошейн, Республика. Органы власти на местах, особенно в преддверии летних каникул, должны активизировать предупредительно-профилактическую работу, направленную на недопущение трагедий на воде. Очень важно научить детей вести себя на водоемах. Эти и другие вопросы обсудили на еженедельном совещании в Доме правительства Чувашия. В этом году в Республике будет функционировать 13 пляжей и более 100 мест для купания. Спасатели рекомендовали муниципалитетам активнее работать над очисткой водоемов. Глава Республики обратил внимание на необходимость активнее вести профилактическую работу, знакомить население с правилами поведения на воде и техникой первой медицинской помощи утопавшим. К сожалению, в текущем году из-за халатности родителей у нас в Республике утонул один ребенок. В Чебоксарском районе, в Харкасах, мы чуть не потеряли еще одного ребенка. Катаясь около своего дома, ребенок упал в воду. Хорошо, отец своевременно заметил и вытащил данного несовершеннолетнего, оказал первую медицинскую помощь. В данный момент ребенок находится в больнице. В учебном центре стоматологической клиники Дентамед состоялся семинар «Медицинская документация. Новые реалии». Участниками курса стали руководители крупнейших стоматологических центров из Башкирии, Татарстана, Ульяновской и Нижегородской областей. Подробнее об этом прямо сейчас, а я прощаюсь с вами. До завтра. Врач видит, что зуб надо удалять. А пациент не хочет. Он наставит, чтобы врач вылечил. Потом подписывается отказ. Имеет ли этот отказ юридическую силу? Юридическую силу он имеет. Имеет. Да. От грамотного взаимодействия стоматолога и пациента зачастую зависит эффективность и результативность лечения. И хороший врач это знает. Если ты свою работу сделал на отлично, но не оформил документы должным образом, то в любом суде ты можешь проиграть, потому что у тебя не оформлена документация. И сегодня это имеет для врача очень важное значение. Курс основан на реальном опыте двух экспертов. Это президент-элект Стоматологической ассоциации России, ведущий эксперт Росздравнадзора Андрей Еременко и ведущий юрист Вадим Черкошенин. Программа посвящена медицинской документации и разделена на два блока. Первый блок это юридический блок, какие документы должна заключать медицинская клиника с пациентом, какие требования есть к этим юридическим документам, какие подводные камни бывают, где типичные ошибки клиник при заполнении документов. Все это мы будем разбирать в первом блоке. Второй блок у нас будет посвящен медицинской документации, а именно ведение стоматологических карт. Я думаю это очень полезный курс будет для медицинских клиник. Знания и соблюдение юридических аспектов сокращают риски клиники при оказании медицинских услуг и общении с пациентами. Эксперты считают, что знания, полученные в ходе семинара, помогут врачам-практикам не только устранить коммуникационные проблемы, но и позволят дальнейшим максимально четко и грамотно заполнять как юридические, так и медицинские документы. Каждый слайд это ситуация, с которой наши коллеги сталкивались и собственно как эту ситуацию решать, чтобы было безопасно и качественно для пациентов, ну и конечно максимально безопасно для специалистов. Очень открытая подача, материал очень актуальный, все расписано, можно сказать по полочкам, поэтому это нам очень важно для нас это. И мы смотрим, как это происходит сейчас в реалиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова